На протяжении двух недель в одной из живописных бухт Дуная работали на пленере студенты Дальневосточного федерального университета. Чем занимались творческие люди на берегу моря, об этом подробно в материале Ирины Ткаченко. Что мы знаем о мире художников? Зимой они не выходят из своих мастерских, летом уезжают на загадочные пленеры. Пленер слово французское обозначает работу на открытом воздухе в естественных условиях. Керамисты Института механики, автоматики и передовых технологий ДВГТУ впервые проводят производственную практику на берегу живописной бухты Дуная. В первые дни они увлеченно заняты изготовлением изделий, затем готовятся к обжигу, обжигают изделия по технологии раку. Термин раку пришел из Японии для обозначения счастья и радости. Это волнующий и красивый метод обжига, но он используется в основном для декоративных целей. Глазурь размягчается, мы на 1050 в данном случае разогреваем изделие, глазурь размягчается, мы достаем его горячие щипцами и бросаем в опилки. Поскольку у нас глазури на основе оксидов металлов, то есть это оксид меди, оксид железа, углерод горит в опилках, то есть мы закрываем их плотно тканью, доступа воздуха нет, кислород выгорает, избыток углерода. Значит, поэтому оксиды металла в глазурях восстанавливаются до металлического состояния. Александр Мартыненко – профессионал с многолетним опытом работы в разных областях. В керамику пришел, имея за плечами багаж знаний по физике, что очень помогает ему в решении сложных практических задач. Однако это не противоречит его глубокому творческому началу. Мы предполагаем, что мы хотим получить, но каждый раз восстанавливается по-разному, то есть температура всегда гуляет, то есть где-то больше опила, где-то меньше опила, как мы вот видели сейчас. И поэтому каждый раз получается по-разному, в чем вся прелесть. Все керамические изделия делают из разных сортов глины с различными добавками, поэтому они выглядят такими разными. В развитии художественной керамики было сделано много замечательных открытий. Люди экспериментировали с сортами глин и примесей с приемами формовки и обжига. К примеру, раку обычно такой обжиг применяют для нетвердой глины с хорошими термоустойчивыми качествами. Изделия предварительно должны быть обожжены при температуре 1000 градусов, затем покрыты глазурью и только потом помещены в печь раку, которая работает на пропане. Обжиг обычно осуществляется вне помещения, поскольку возможен дым. Сосуды обжигаются достаточно быстро, чтобы не допустить таяния глазури. Обжиг занимает 20 минут. Поскольку процесс охлаждения очень быстр, то сосуды подвергаются мощному термошоку, что может повредить глазурь, позволяя дыму проникнуть сквозь. Вот смотрите, вот сейчас хорошо видно, как бирюза. Вот эта тарелка была одна из последних. И вот сейчас видно переход, смотрите, какой четкий. От меди в бирюзу. Это вот как раз то самое пограничное состояние, которое японцы очень ценят. Видите? Евгений Лапо – художник-архитектор, старший преподаватель, дипломированный художник-керамист, сменивший успешную карьеру архитектора на любимое увлечение. Студенты – не только ученики, они его единомышленники. Главное, что все они целеустремленные, интересные люди. Две недели пролетели быстро. Художники-керамисты увезут из Дунайской бухты не только свои работы. С ними навсегда останутся воспоминания. Ласковый берег, чистое море, новые друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова